Первое, самое страшное ДТП пятницы, произошло в 11 часов утра на улице Курчатова. Водитель пассажирского автобуса, не разъехавшись с газелью, сбивает дорожных рабочих. Один из пострадавших до сих пор находится в реанимации. У мужчины разорвало легкое, ему ампутировали обе ноги. Второй получил ушибы. Предварительно сослал водитель автобуса, что ему помешало держать машину в газели. Следующий ДТП кровавой пятницы случилось около 8 часов вечера. На проспекте автостроителя пьяный водитель на пешеходном переходе сбивает женщину. Сам с места ДТП скрывается, но по горячим следам его задерживают инспекторы. Через 10 минут на том же проспекте сбивает мужчину. Пострадавшего увозят в больницу. Водитель от медосвидетельствования отказывается. Я вас спрашиваю, вы согласны пройти освидетельствование на месте? Порадуйте в нашу автотест. На медицинское освидетельствование согласны пройти. Слышали то, что отказываетесь? В обоих случаях водители отказались проходить медицинское освидетельствование. В одном случае водитель усматривается вина, то есть он управлял автомашиной, проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего скрылся в место дорожного происшествия, совершил наезд на пешеход. В втором случае пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. Для него также был совершен наезд автомашиной, и водитель также отказался проходить медицинское освидетельствование. Усугубило аварийную ситуацию то, что шел дождь. Да еще и освещения не было. Два ДТП произошли примерно в 20.30. На тот момент освещение в городе отсутствовало, так как освещение должно быть включено в 21 час. Коммунальщики уверяют, что свет включается согласно графику, но темноте эти правила не писаны. Она наступает гораздо раньше, и несколько минут без света, как оказалось, могут стоить кому-то жизни. Татьяна Балунина и Евгений Мерафеев. Новости Димитровграда.